Библейский портал экзегет.ру представляет В ужас от этой главы. И мы сейчас догадаемся, почему. А в конце подумаем, ну, как она вошла вообще-то в состав Священного Писания. Это выглядит как сказки народов мира. Итак, израильтяне у нас транствуют по пустыне. Уже, собственно, они на пороге Ханаана. Они уже готовятся войти в Ханаан. И Ханаан, ну, он все-таки так, скажем, укрыт от пустыни разными народами, которые живут на его границах. Например, Муавитяне. Израильтяне уже парочку народов разгромили. Захватили земли Амареев. И Муавитяне вот напрягаются. У них на границах ходит народ вооруженный, который захватывает окрестные земли. Наверное, их сейчас захватят. Оттуда сына Израиля выдвинулись дальше и остановились на Муавской равнине. За Иорданом, близ Иерихона. Вот там они и войдут в Ханаан. Вот они уже готовы. Балак Сенцепора, соответственно, это Муавский царь. Он уже у нас был назван. Увидел, что сделали сына Израилева с Амареями. Весь Муав был охвачен ужасом перед ними. Так они были многочисленны. Страхом и ненавистью к сынам Израилевым был охвачен Муав. И Муавитяне сказали старейшинам Медиана. Медиан тоже одна из областей. Это полчища вокруг нас все смело дочисто, словно бык траву полевую. Балак Сенцепора, который был в ту пору царем Муава, отправил послов к Валааму, сыну Беору в Петор, что находится на реке, в стороне сынов Аммоновых. И позвал Валаама на помощь. Мы бы ждали, что он отправил послов к Израильтянам, да? Договориться. Но он их слишком боится. Он боится даже с ними разговаривать. А вот ему нужна какая-то помощь колдовская. Мир древний. Люди живут в мире духов, богов и так далее. И что делать, если явно не хватает своих собственных сил позвать какого-нибудь мощного колдуна-шамана? Он это и делает. Он говорил, «Пришел народ из Египта и всю землю заполнил и поселился рядом со мной. Приди и выполни мою просьбу, прокляни этот народ. Сейчас они сильнее меня. Тогда, быть может, я смогу их разбить и выгнать вон из страны. Я ведь знаю, кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». Вот благословение и проклятие — это инструмент. Да, такая магическая война. Боевые шаманы выходят вперед и своими заклятиями поражают войско врага, ну, там, не знаю, чем-нибудь. Немочью, болезнью, слепотой, а потом уже нападают воины и всех кромсают. Вот старейщины Муавы и старейщины Медьяна, союзная тоже такая область, пришли к Валааму, принесли плату за чародейство. Да, с шаманом начинают разговаривать с того, что ему платят. И передали ему слова Балака. Валаам сказал, «Останьтесь здесь на ночь и отвечу вам, что мне скажет Господь». Муавские вельможи остались ночевать у Валаама. Ну, то есть, он, похоже, действительно пророк Валаам, да, и он не просто так за деньги чего изволите, много таких бывает людей, а он действительно пророчествует то, что ему скажет Господь. А вот дальше начинаются странности. Бог пришел к Валааму и сказал, «Что это за люди здесь с тобой?» Валаам сказал Богу, «Балак, сын Цепора, царь Муава, велел им передать мне народ, пришедший из Египта, заполонил всю землю. Приди и выполни мою просьбу, нашли на него проклятие. Быть может, я смогу сразиться с ним и выгнать его вон». Бог ответил Валааму, «Не ходи с ними, ты не проклянешь этот народ, ибо на нем благословение». Смотрите, Бог так запросто, каждую ночь, может, не каждую, но нередко приходит к Валааму попить чайку, побеседовать о жизни. И задает вопрос, «А кто это к тебе в гости пришел?» Слушайте, ну, прям как сосед, да? Вот сосед заглянул вечером и спрашивает, «А кто это у тебя?» Познакомь. Разве это Бог? Разве это Господь, который надмирен, которого никто не видел? Разве он не всеведущ, этот Господь, чтобы спрашивать, «Кто это у тебя?» Да, но Валаам-то у нас не очень понятно вообще, каково его представление о Боге или богах, он язычник или он поклонник единого Бога, может, это Бог, которого он почитает конкретно, да? То есть, это языческая картина мира. Вот в чем дело. Израильтяне уже от нее избавились, но Валаам, при том, что он, судя по всему, такой настоящий, честный пророк, он еще в ней живет. И вот в этой языческой картине мира боги и люди — это, в принципе, соседи, да? А боги могущественнее. Но ничем принципиально не отличаются. Бессмертно разве что. Так что вот после совещания с Богом наутро Валаам сказал послам Балаку, «Возвращайтесь к себе, Господь не позволяет мне идти с вами». Встали муавские вельможи, вернулись к Балаку и сказали, «Валаам отказался идти с нами». «Чего поделаешь?» «Чего поделаешь?» Это мой комментарий, вот не выходит. Снова Балак отправил послов еще более знатных и почтенных, чем в первый раз. Они пришли к Валааму и сказали, «Так, говорит Балак, сын Цепора, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великие почести, выполни все, что ты мне скажешь. Только приди и выполни мою просьбу, нашли на этот народ проклятие». Валаам ответил вельможам Балака, «Даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец, полный серебра и золота, все равно ни в каком деле, ни в малом, ни в великом, не смог бы я приступить к повелению Господа, Бога моего. Но останетесь вы здесь на ночь, я посмотрю, что еще скажет мне Господь». Вдруг, да, вот часто человек, в принципе, понимает, что ему говорит Господь, но вдруг, а вдруг можно. Ночью Бог пришел к Валааму и сказал, «Раз эти люди пришли к тебе и позвали тебя, иди с ними, но делай только то, что я тебе скажу». Вот часто Бог говорит людям, «Хотите?» «Будет, но только не совсем так, как вы рассчитывали». Вот их задача увезти с собой Валааму, они с собой Валааму уведут. Но вот будет ли это им на пользу? «Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу и вместе с мавовскими вельможами впустился в путь. Разгневался Бог, что Валаам пустился в путь, и ангел Господень преградил ему дорогу». Так, опять я в недоумении, Бог сказал, «Иди с ними». Разгневался он, когда тот пошел с ними. Вообще-то реплика Бога вот предыдущей ночи звучит как «Ай, делайте, что хотите». То есть, отвяжитесь уже, да. Вы все равно все для себя решили. Ну и делайте это. И когда Валаам делает это, то да, это вызывает некоторое сопротивление. А потом, я еще раз напомню, это языческая картина мира, где Бог переменчивый, капризный. Итак, ангел Господень преградил ему дорогу. А Валаам ехал на ослице, и с ним было двое слуг. Ну, обычно, когда ехали на ослах, лошади еще не были особенно распространены. Увидела ослица, что ангел Господень с обнаженным мечом стоит на дороге, и свернулась с дороги в поле. Валаам принялся бить ослицу, чтобы вернуть ее обратно на дорогу. Ангел Господень встал там, где дорога сужалась между двумя виноградниками. По одну сторону там была стена, и по другую сторону стена. Ну, то есть, ограда виноградников, а дорога между ними. Увидела ослица ангела Господней и прижалась к стене, прижав к стене ногу Валаам. Он опять принялся бить ее. Да, вот даже уже пострадал. Ангел Господень чуть отошел и встал в таком узком месте, где уже нельзя было свернуть ни вправо, ни влево. Да, ослица, видимо, как-то мимо него протискивалась, и вот о стену вытерлась. Такое часто бывает с машинами, когда они разъезжаются в узком месте, да. Так вот, уже нельзя было свернуть ни вправо, ни влево. Увидела ослица ангела Господней и опустилась под Валаамом на землю. Все, дальше уже не идет. Гнев охватил Валаам, он стал бить ослицу палкой. И отверз тогда Господь суста ослица. Она сказала Валааму, что я сделала тебе, что ты уже третий раз принимаешься бить меня? Ты издеваешься надо мной, ответил Валаам, был бы у меня меч, я убил бы тебя. Ослица спросила Валаама, разве я не твоя ослица, на которой ты ездил всю жизнь? И что, была у меня привычка так вести себя с тобой? Нет, ответил Валаам. Слушайте, Валаам разговаривает с ослицей, как вот самое обычное дело. Да? Вот представь себе, ослица заговорила. Это вообще-то чудо. Мы, пожалуй, нигде больше в Библии не встречаем подобных примеров. А Валаам так реагирует, как будто это каждый день с ним происходит. Ну, с Богом он разговаривает по ночам, а днем с животными. Нормальный такой шаман. Он живет в этом мире, где шаманизм абсолютно нормален, где животные почему-то не говорят, но, может быть, потому, что мы не понимаем ослиного, рёвы или там куриного кудахтани. Но на самом деле это тоже язык, вот в таком языческом, архаическом очень понимании. И Валаам, как шаман, он понимает этот язык, да? Возможно, так он это видит. Вот смотрите, это глава про то, как люди живут вокруг, про то, как они видят богов, духов, животных, мир, всё остальное. И отверстие тогда Бога, очень Валаам, увидел Валаам ангела Господнего, стоящего на дороге с обнажённым мечом в руках, склонился Валаам до земли и пал в ниц. Ангел Господний спросил его, так за что ты три раза бил ослицу? Это я вышел тебе на встречу, чтобы остановить тебя и мимо меня не пройти. Ослица увидела меня и три раза поворачивала в сторону предо мной. Если бы она не поворачивала, то её-то я пощадил бы, а тебя убил. И сказал Валаам ангелу Господню, виноват, я не знал, что это ты стоишь у меня на пути. Если не угодно тебе то, что я делаю, я готов вернуться. Ангел Господний ответил Валаам, иди с этими людьми. Но говорили, что, что я тебе скажу? И Валаам пустился в путь с вельможами Балака. А вот здесь мы понимаем, почему такая непоследность. Господь говорит, иди с ними, потом ставит ангела, который чуть не убил Балака, а когда тот говорит, хорошо, хорошо, я не буду, он говорит, нет, иди. Что за каприза? Это не столько каприза, сколько демонстрация. Ты понимаешь, Валаам, насколько все серьезно? Тебя наняли за деньги. Ну ладно, раз ты настаиваешь, ты пойдешь с ними. Но ты понимаешь, что ты идешь против Бога. Вот этого делать нельзя. Нет, передвигаться по поверхности земли в принципе можно. Но делать нужно при этом то, чего Бог тебе скажет от его имени так точно. И вот Валаам после этой встречи с ангелом действительно, видимо, очень четко понимает, что нельзя за деньги делать то, что закажут. Это не в кафе, не в ресторане. Конечно, тогда их не было еще. Где ты заплатил, и тебе принесут из меню, что там написано. Благословение, проклятие, что-нибудь еще. Многие люди так к духовной жизни и подходят. Заплатил, там жертву принес, или, я не знаю, там нематериально как-то много молился, строго постился, ну и заказал себе из меню. Нет, это не так работает. Да, ну и, конечно, с тех пор Валаамова ослица стала таким символом, а ты не смотри на того, кто с тобой разговаривает. Ты слушай, что тебе говорят, вдруг полезным окажется. Очень часто давайте слышат, да ты кто такой, чтобы об этом говорить? У меня всегда есть ответ, а кто такая ослица Валаама? А она была права. То есть важно, что говорится, а не кто, насколько высокого положения человек говорит. Итак, Балаку сказали, что идет Валаама. Балак пошел встречать его в Ирмуаве, что на границе у Арнона, на самых дальних рубежах той страны. Я посылал за тобой, сказал Балак Валаама, что же ты не шел? Неужто я не могу почтить тебя, как подобает? Ну, то есть, ты же понимаешь здесь, вот реально большие деньги. Валаам ответил Балаку, вот я пришел, но что я могу сказать, что Бог вложит мою статуе, я скажу, ты не думаешь, что я за деньги пришел? Я пророк, ну, ты же сам говоришь, я пророк, вот я и делаю то, что Бог мне скажет. И пошел Валаам с Балаком в Хирьят Хуцот. Балак велел зарезать быков и овец и позвал Валаама, ну, жертвоприношения начинаются, понятно, что всякое шаманское действие, оно связано с жертвами, а также вельмоз, что сопровождали его. А на следующее утро Балак отвел Валаама в Бамот-Бал, и оттуда Валаам увидел небольшую часть израильского стана. Вот они там отпраздновали, принесли жертву, хорошо закусили, выпили, видимо, тоже, и отправились на проклинание. Что из этого получится? 23 глава будет об этом говорить, но я сейчас скажу, что 22-я не только самая несуразная, но, пожалуй, самая занимательная из всех глав книги чисел. Мне очень она нравится. Продолжение следует...